Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для FireTrace. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него будет как всегда в описании. Перед началом убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы на одну рекламу. Далее на самом рекламном сайте побудьте около 10 или 15 секунд и в принципе можете выходить с него. Дальше, если у вас нет никакого чита, заходим во вкладку Exploits и скачиваем любой предложенный чит. Либо Star, либо Splash. Напомню то, что Splash используется с ключ-системой, Star без ключ-системы. Сегодня в ролике буду показывать Splash. Далее, после того, как установили какой-то чит, пишем в поиске нужный вам режим. Сегодня я показываю скрипт на FireTrace, то есть я пишу название этого режима, нажимаю поиск. И на данный момент есть только один скрипт, потому что этот режим вышел буквально недавно и пока что только один скрипт на него успели сделать. Значит, смотрите, чтобы нам его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, здесь все очень просто и легко. Мы его копируем, заходим в игру, открываем чит, в чит вставляем скрипт, далее заходим в настройки и смотрим, чтобы у вас была включена функция FixKickEarer. Это обязательно. Если эта функция у вас не будет включена, то, скорее всего, вас будет кикать с игры и зайти вы сможете в игру только через час, если эта функция будет выключена. Насчет DLL, в принципе, можете любой использовать, потому что этот скрипт с любым DLL работает. Вот. Я буду использовать KrnL, как обычно. Напомню то, что KrnL используется тоже с ключ-системой. Там единственный DLL, который используется без ключ-системы, это VR Devs. Так, после этого, когда выбрали DLL, включили функцию, нажимаем Inject и ждем, пока заинжектимся. Все отлично, я заинжектился. Ключ у меня не просит, потому что я уже сегодня его получал. Получать его всего лишь раз в день надо. Далее, чтобы активировать скрипт, нажимаем кнопочку Exclude. И вот появляется скрипт. Функций, в принципе, немного, но тут самые основные функции, которые нужны. Смотрите. Первая функция — это автоколлект. Смотрим, сколько у меня вот этих вот ничтяков собрано, скажем так. Включаем эту функцию. И, как видите, автоматически собираются вот эти все ничтяки на карте, которая спавнится. Отлично. Дальше функция EQBest — это одеть лучшего питомца. Питомцев у меня пока нету. Мерч Алл — это тоже, получается, относится к питомцам, чтобы их революционировать. Получается так. Как вы могли заметить, тут нету функции автоматического, получается, полета. Не знаю, почему разработчик скрипта не добавил эту функцию, но эта функция есть в самой игре. Она называется AutoFart. То есть мы на нее нажимаем и автоматически начинаем бежать и, получается, прыгать на большое расстояние. И, получается, оставшиеся функции — это только автохэтч осталось. Я не знаю, мне сейчас хватает на какое-то яйцо или нет. В принципе, сейчас давайте в последний раз прыгнем и посмотрим. По идее, я думаю, должно уже хватать. И проверим, работает ли автооткрытие. По идее, должно работать. Так, а самое дешевое яйцо сколько здесь стоит? 50, да. На два открытия хватает. Отходим сразу на расстоянии, чтобы проверить, на расстоянии скрипт открывает яйцо или нет. Выбираем 50, получается. И включаем автохэтч. Да, как видите, на расстоянии автооткрытие работает. Отлично. Долго только открывается, но ладно, в принципе. Самое главное то, что работает. Все, вот мне выпали два питомца. Они, получается, дают еще дополнительную скорость. Можно максимум одеть 6 питомцев. Нифига себе. Это очень много. Включаем автофарт. И сейчас, я как понимаю, мы очень много будем получать вот этих вот собак, которые здесь нарисованы. Хотя нет, немного. Слушайте, у меня прибавилось довольно много за счет питомцев вот этих ништяков. Но получается странно то, что мало добавляют. Я думал, больше добавлять вот этих собак будут, за которые яйца открываются. Странно как-то. Давайте, в принципе, еще откроем. Оденем, короче, максимальное количество питомцев. И посмотрим, сколько мне будут давать за один полет. Единственное, что проблема, то что долго открывается. Вот это прям проблематично. Получается, мне последнего питомца осталось открыть. Так, выключаем эту функцию. Выпол редкий. Да, все, 6 питомцев. Смотрим, сколько мне сейчас дадут. 76. Очень мало. Не знаю, почему так мало дают. Возможно, такая экономика. И у игры сделано то, что очень мало дают. Ну, конечно, не очень приятно, так скажем. Ну ладно, в принципе, я на этом буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк. Подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него будет, как всегда, в описании. А с вами был Избан. Всем удачи. И пока.